Два сына у меня. Один Артём, второй Марк. Я думаю, когда подрастут, они смогут постоять за себя. Зовут меня Шудловский Евгений Тадеушевич. В мою зону обслуживания входит Демидовичский сельский совет, где я являюсь участковым. Дома, как обычно, просыпаешься в 7 утра, поднимаешься, приводишь себя в порядок, то есть обязательно должен быть выбрит, покантован, выглажен. Приходишь на работу, обрабатываем руки антисептиком, нам также при входе измеряют температуру. Маска, она не мешает, да, это целью своей же безопасности. Ну, привыкли, можно сказать так. После этого мы вооружаемся, получаем оружие. Проходит инструктаж, нам доводят за прошедшие сутки оперативную сходку. Ориентировки бывают различные, вплоть до розыска каких-либо преступников, розыска автотранспорта, без вести пропавших людей. Самое сложное в работе участковой – это найти подход к человеку. В деревне Дворищ у меня есть семья, которая состоит на профилактическом учете, как семейно-бытовой скандалист. Тебе никто не бьет! А ты меня каждую неделю втолчаешь. Уже мне не лицо! Мама, присядь, пожалуйста! Я тебя уважаю! Мамочка! По статистике, все семейно-бытовые конфликты, они происходят на почве употребления алкоголя. Женщинам, которые страдают от семейного насилия, они могут не бояться обратиться в милицию с сообщением о семейно-бытовом скандале. Не стоит убегать из дома. Мы приедем, и супруга вашего изолируем. Даже если квартиру его можем изолировать до 30 дней, отселить его, та же комната в общежитии. И ему вот защитным предписанием предусмотрено непосещение ее по месту жительства. Если он данное предписание нарушает, в отношении его составляется протокол, и он изолируется уже не из этого помещения, а уже уезжает к нам. Ресет. Ресет, наверное, только один. Не умеешь пить, лучше не надо притрагиваться к этой бутылке. Вот и все. Выезжал на сообщение, а женщина позвонила милицию о том, что ее сын высказывает угрозу физической расправы. Мы подъехали к дому, увидели, как данный молодой человек сидел на втором этаже дома, на подоконнике, свесив свои ноги на улицу, наружу. Также держал нож в руках. То есть это было конкретно видно, ему надоело жить. Очень долгая беседа была, порядка полтора часа. Поговорим даже на расстоянии, ты главное спустись, можешь вот там возле угла стоять, я буду здесь стоять, и будем разговаривать. Я свое слово всегда держу. Он все-таки слез с окна, поставил нож на подоконнике. Мне приятно за то, что человек не причинил себе какой-либо увечь, своему здоровью остался жить. Я надеюсь на то, что он пройдет курс лечения и все-таки перестанет жить с чувством вот этого одиночества. Самое главное быть ближе к народу. Есть у меня определенный список пожилых, одиноко проживающих, пожилых граждан на территории моего административного участка. Беседую с ними, спрашиваю, болеют ли они, нужна ли им помощь какая-то. На почве вот этого коронавируса участились случаи мошеннических действий. Могут ходить по квартирам, по домам, квартирам. Во время обучения в Академии у меня был преподаватель. Моя инициатива была встретиться, встретились. Один раз погоняли, входили в кафе, в кино и так далее. Истинные отношения завязались. Мамонтова Юлия Сергеевна, которая вела у меня земельное право, замечала уголовный процесс. На четвертом курсе мы расписались. То есть сыграли свадьбу. Два сына у меня. Один родился недавно, две недели только. Жена переживает, когда я нахожусь на работе. Угрозы поступают постоянно. Обычно, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, он говорит, что я тебя найду, я тебя выловлю, мы с тобой разберемся, когда ты будешь в неформе, по гражданке, будешь гулять с семьей. На это поначалу обращал внимание. Где-то было и страшновато, но на данный момент времени уже нет. Мечта, конечно, есть о том, чтобы не было преступлений, все было спокойно. Но надеюсь на благоразумность людей, чтобы они где-то придерживались человеческих норм. Чтобы соседи жили по-соседски, а не то, что они грозятся забором и начинают между собой выяснять какие-либо отношения. Конечно, стараемся, да, мы свои очень сотрудники про внутренний дел способствуем этому, чтобы было какое-то взаимопонимание между людьми.